друзья всем привет сегодня буду проходить испытания песок лечит она вышла еще вчера но вчера я тушил свой негатив сидел в холодной водичке остужал себя после того как узнал о том что она ждет новом сезоне по сути ничего нового быстренько вам так вот вот все изменения следующий сезон и вам я вам только что рассказал ничего нового окну а сегодня как я уже сказал будем проходить испытания песок лечит это испытание беззаботная игра его особенность заключается в том что абсолютно все здания вой войска которые находятся на поле боя потихонечку исцеляются мне нравятся такие испытания они вносят разнообразие в игру награды так себе хотя 4 токена ну типа неплохо на самом деле учитывая что беззаботная игра опять же халява то есть дареному коню зубы не смотрят и колоду мы под это испытание составим такую чтобы это были карты с большим запасом здоровья чтобы они не было сложно убить ну а если их не добивают то чтобы они успевали исцелиться то есть такое требование поэтому возьму дракончика как противовоздушная карта под него возьму торнадо также единственное заклинание которое я возьму потому что фаербол я все вот эти заклинания они не котируются в этом испытании если брать какое-то заклинание которое наносит урон то это ракета это ракета точно ну и вместо ракеты я предпочитаю все-таки взять танка поэтому возьму гигантского скелета он также после смерти будет наносить урон ну и собственно я думаю он будет полезнее в атаку возьму воздушный шарик раз воздушный шарик то это должен быть еще дровосек ночную ведьму кстати я взял как мини танка и плюс противовоздушная карта ну и возьму еще трех мушкетов почему бы не взять трех мушкетов они также хорошо будут заходить в этом испытании в паркулю возьму еще а ну и все то получается колода собрана ну да вот такой декой буду проходить дать посмотрим чего из этого выйдет песочек лечит а против меня тащер давайте посмотрим насколько он тащер там у начала валька ну а я спарк спарке отвечу на это ой 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 подловил идет сюда еще добавлять дровосека ну а здесь надо вот так действовать чтобы нейтрализовать всех скелетиков ладно по правой стороне мы потом отхилим ся сейчас по левой стороне будем устраивать атаку можно было здесь даже трех мушкетов всех в одну сторону пустить и было бы тоже нормально ой 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 но воздушный шарик подолетит нет походу не долетит или или все-таки блин засмотрелся на воздушный шарик с опять побегут эти самые варвары я так понимаю да но на этот раз я буду готов так но здесь торнадо надо отдавать блин да что же не получается то ну ладно это неудачное начало пока сейчас мы будем это дело исправлять трех мушкетов из глубины и будем начинать все заново все самого начала опять сюда еще дракончика я думаю здесь сейчас пойдет атака с воздушным шариком да все под прикрытием дракончика чтобы он еще толкал воздушный шарик понеслась атака сокрушительной мощи давай тащер тащи но на этот раз тебе придется своими элитными барбарианцами разговаривать с моей спарки и моим гигантским скелетом все ситуацию мы выровняли перевернули и поэтому можно добивать собственно в этой игре моего противника сейчас торнадо мы еще избавимся от карт которые меня напрягают это ведьма в первую очередь и маг и воздушный шарик в атаку это будет победка на три коронки вышки мои исцеляются просто дико что противник самого начала то нанес неплохой урон по правой стороне но этого недостаточно опять же особенности с испытания в том заключается что надо добивать вышки 2 к . сразу можно выставить трех мушкетов тройной эликсир друзья поэтому поэтому собственно в том числе я взял трех мушкетов свою колоду дорогостоящая карта вот противник закидывает пар попадает только в одного мушкета ну и целительницу зря он выставляет на правую сторону а ну понятно что у него за колода будем потихонечку на нее от нее защищаться противник снова закидывает пара у меня уже на поле боя еще одни три мушкетера еще одни три мушкетера на этот раз по правой стороне буду атаковать с воздушным шариком пожалуй по левой стороне добавлю еще дракончика я думаю тоже нормально это же атака получится да он и он вынужден по правой стороне сейчас дефаться но у него получается это не очень хорошо и я его в этот момент сношу по правой ну и воздушный шар да все сейчас его главное здание заберет пока очень даже неплохо идется третья игра француз против меня ну спарки самого начала и готовимся принимать атаку по правой стороне принцесса принцессу моего против это чё спеллбейт да это походу спеллбейт ребят спеллбейт в этом игровом режиме ну такое себе я не знаю насколько это хорошая идея давайте активируем главное здание и с воздушным шариком пойдем в атаку это судя по всему спеллбейт с принцем поэтому бояться какого-то здания дефа не стоит ну и я тут понимаю что получу урон но я предпочитаю выставить все-таки 3 мушкетеров у него есть ракета колоде поэтому я к 3 мушкетером точно не буду подставлять свою спарки ну и здесь успею я выставить гигантского скелета и поэтому принц здесь убьется вот теперь подставляюсь под ракету по правой стороне но надеюсь он ее не закинет качественно во всяком случае ну да у него неподходящая на самом деле колода для этого испытания как бы банда гоблинов разбойники они не особо большим запасом здоровья то обладают поэтому ой запоздала я использовал торнадо ну да ладно здесь в этой игре уже все в принципе понятно ему нечем по сути останавливать мой воздушный шарик у него нет зданий а то что есть но этого не этого я этого урона недостаточно против воздушного шарика придется здесь ведьму ночную на убой отдавать но это уже не имеет никакого значения до добили мы его забрали на три короночки что-то как-то очень быстро проходится это испытание даже как-то не интересно ладно надеюсь под конец будет плотно будет сложно ночную ведьму сначала самую дешевую карту выставлю по этой же стороне спарки потому что я предполагаю что по этой стороне будет защищаться мой противник и по этой стороне игра и пойдет гигантский скелет может быть можно нужно было его выставить перед ночной ведьмой но я предпочел прикрыть спарки все-таки 2 выставляю трех мушкетов так чтобы двое из них пошли по правой стороне один по левой потому что по левой стороне и так у меня спарки идет там в общем-то достаточно войск по правой стороне воздушный шкашар перед двумя мушкетами и здесь я буду при помощи торнадо пытаться подсейвить своих мушкетов по левой стороне сейчас будет разнос хотя нет не будет хороший громовердец от моего оппонента но спарки все равно стрельнет а нет не стрельнула ну да ладно снова одного мушкеток спарки 2 по другой стороне недостаточно будет ли еще чем-то добивать пробовать мы по правой стороне сейчас иду в атаку у меня тут спарки выживает и хорошо хорошо он здесь пытается справиться со спарки но с воздушным шариком то что он будет делать это минус вышка по правой стороне и я начинаю уже еще одну атаку а он по моему сдался ну да блин опять не получилось битвы ладно чё поделаешь осталось выиграть еще одну игру ну колода кстати вроде нормально работает ничего не понятно пока потому что как-то не знаю то ли неудачный колоду моих противников то ли они просто новые игроки чувствую разочарование чуть последнее время clash royale меня не радует надо наверно отдохнуть спарки а ничего себе но мне нужно здесь трех мушкетов выставлять как можно быстрее нет к сожалению торнадо в руке ну и конечно я не хочу просто так отдавать хорошее бревно на этот раз но дружочек давай-ка ты теперь будешь сам защищаться очень уж ты много эликсира сейчас потратил в атаку и потерял свою вышку такое хорошее начало было перспективно я уже подумал что все сейчас будет жестко сейчас будет сложно нет сложно не будет опять торнадо под гигантского скелета бомбочку и добивают утрю три мушкета моего противника он опять не дефается он опять блин ну ну что такое почему почему так скучно ладно ребят в испытаниях давно уже не интересно в clash royale всяком случае мне забираем награду охотника мне точно не надо за это спасибо конечно за эту картишку но мне такого не надо в общем так какие дела друзья еще раз посмотрим на колоду ну плюс еще посмотрим ну да 5000 трофеев 5800 хотя понятно короче колода на ваших экранах опять же никаких проблем с прохождением я не испытывал ну а вы напишите в комментарии чем вы проходили я кстати думаю здесь электро гигант также будет неплохо заходить но под него нужно еще правильные карты поддержки собрать ну что ж друзья на этом все спасибо вам за просмотр и до новых встреч всем пока